Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ в студии Натальи Хохлова-Покровской. Как всегда в это время мы говорим о мужчинах и женщинах. А в студии у меня Маргарита Кременчуцкая. Когда мы приходим к какому-нибудь специалисту, мы всегда ждем, что он решит нашу проблему. Когда вы приходите к психологу, вы тоже почему-то ждете, что сейчас он вам даст такой совет или такую волшебную цитату вам приведет, которая изменит вашу жизнь, и вы сразу поймете, чего надо делать. А он говорит, нет, мой дорогой, решать придется тебе самому. Ты проговорил, и сам приди к выводу. Вот наши программы, они тоже так же построены. Мы не даем советов, мы не даем рекомендаций, мы проговариваем ту тему, которая нам кажется сейчас витает в воздухе. А вы, прослушав, если это совпадает с вами, анализируйте и принимайте решения сами. И сегодня наша тема – это причинить добро. Вот многие знают, что это больная тема для некоторых людей отдельных и для поколений, для детей и для родителей. Да, причинить добро, то есть решить проблему своей взрослой дочери, потому что вы лучше знаете, либо дать какие-то ценные указания своему коллеге, младшему коллеге обязательно, так сказать, с указательным пальчиком, повоспитывать внуков, потому что вы лучше знаете. То есть, вот я выписала, мне очень нравится эта формулировка – причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке. Вот об этом мы сегодня с Маргаритой Кременчуцкой попытаемся поговорить. Да, я вычитала, что это наш определенный культурный такой код, потому что нас так воспитывали из поколения в поколение. Мы работаем все время не на процесс, который внутри, когда набиваешь шишки и к чему-то приходишь, а на хороший результат. Ты должен быть хорошим мальчиком, ты должен быть хорошей девочкой. Если у тебя не получается, мама сделает за тебя что-то. Мама в первом классе напишет за тебя уроки. Грешна. Потом мама в девятом классе будет ночью писать сочинение, потому что он устал, он не успевает. А от этого сочинения просто зависит вся дальнейшая жизнь. Вся дальнейшая жизнь зависит. А потом мама, когда он учится в институте, будет бегать там где-то, договариваться что-то, платить, потому что ему нужно хорошее образование и хорошая жизнь дальнейшая. Потом мама забежит в комнату и быстро разберет все вещи, потому что у него бардак. И так далее, и так далее, и так далее. А потом взрослая начинается жизнь, и потом этот ребенок говорит, мама, не надо, не лезь, я уже взрослый. Как это? Я что, никому не нужна? Или я не лучше тебя знаю? Вот это наше причинение добра, которое иногда просто, не иногда, а зачастую не имеет границ. Конечно, конечно. Вот ты про ключевое слово сказала. Ключевое слово здесь границы. Потому что проблема уже взрослых людей и проблема детей, вот это вот размежевание границ. У детей вот эта такая забота, она не формирует эти границы самости, оно не формирует то, что называется автономией. Я сам. Вот ты начала говорить про культуру, и здесь я согласна с теми психологами, социологами, которые говорят о том, что действительно наша культура, это культура такая, коммун-культура, да, где один за всех, все за одного. Да, сейчас может быть не совсем так, но все равно тут у нас всегда, мы всегда поможем, мы всегда поддержим плечом, мы дадим советы, мы скажем, как сделают профессионалы, какое основное, как бы до сих пор сохраняется, что если ты профессионал, ты должен в этой области разбираться. Я же условно, как говорит мой муж, не учу вас, как починять утюг, а вы не учите меня, как фотографировать. И такие вещи, они с детства заложены в каком плане? Вместо того, чтобы дать человеку самому это сделать, попробовать с ошибками. Более того, когда он не просит твоей помощи, мы с детства начинаем вот эту причинять добро, опекать и подменять, и подменять. И получается, почему проблема границ? Потому что ребенок учится уже во взрослом возрасте, он не может говорить нет, он не защищает границу, где граница моя, и где граница сначала моей мамы, потом другого человека. Потому что если тебе хотят сделать добро, а ты вдруг скажешь, нет, мне не надо, или не поблагодаришь, фу, это же некрасиво, у тебя будет мучить чувство вины. А человек, который причиняет добро, если он видит, что его помощь уже на каком-то этапе не нужна, он ощущает, ну как минимум, то, что он не контролирует свои границы, он вообще не контролирует ситуации, которую он контролировал. Ну если брать, берем детско-родительские отношения, но это не всегда только детско-родительские. Ну вот еще чуть-чуть про детско-родительские. А что происходит, вот когда родители уже взрослые дети, они тоже эти границы нарушают, потому что, ну как бы это же дети, и мы привыкли им помогать, привыкли их опекать. Мама приходит в дом к дочери и начинает, так сказать, хозяйничать, да? Хозяйничать. Как мне сказала одна моя знакомая, говорит, и вертолетом по квартире. Вертолетом по квартире, значит, она тут она убрала, тут она это вот. Она говорит, такое впечатление, что я плохая хозяйка, она мне хочет этим сказать. Говорит, что, какой посыл? То есть все же по-разному воспринимают. И она ей говорит, мама, я так привыкла, мне так удобно. Она говорит, это неправильно. В защиту мамы и бабушек я хотела бы сказать, что те, кому причиняют добро, тоже не всегда ангелы, потому что та же ситуация, о которой ты рассказываешь, та же отношение матери и дочери. Вспомни, а не показываешь ли ты своей матери, что ты там немножечко инфантильна, да? Что ты какие-то вещи, ну так вскользь где-то. Я просто случайно и проговорила, что я не справляю со всеми своими обязанностями. А тут муж говорит, что вот еще должно. Но я же не могу все одновременно. Или какие-то другие сигналы. Поэтому часто это тоже провокация с двух сторон. Это же созависимость такая, да? Потому что тот, кто оказывает, вот в детско-радительстве, да, мамы, иногда это папы, реже, но бывает это и папы, которые, например, вмешиваются в отношения своих детей с другой, второй половиной. Они помогают, как бы, они участвуют в этом всем. Но чаще это, конечно, мамы. Но мы же им даем какие-то сигналы. Мы даем эти сигналы, потом встали в струнку. Ой, зачем мама приехала? Она мне все делала, я не хотела. Почему она пришла и начала мне рассказывать, как мне лучше разговаривать с моим мужем? А вспомни, а что ты ей говорила? Ты вроде бы как сказала. Ну, я же просто сказала. Просто ничего не бывает. Поэтому всегда в таких отношениях, ну, как бы, участвуют оба. Это так называемая, ну, можно сказать, как форма созависимости. Хорошо, но есть еще один вариант. Тебе звонит подруга, и она тебе просто жалуется на какие-то свои ситуации. У нас же включается мгновенное дать совет. ЧПДЛ, конечно. Советы. Мгновенно. Тебя не просили об этом совете. Тебе просто рассказали. Но включается мгновенно. Почему? Потому что мы таким образом, может быть, собственные комплексы какие-то прячем. называется, не, я бы в такой ситуации не растерялась, я бы сделала так. И это сразу выходит советом. Ну, здесь мы выходим на спасательскую функцию. Потому что вот этим отличается, есть очень большие различия между помощью и спасателем. Спасением, то есть человек, который выходит, спасает, уводит, убирает, и только он может это сделать. А помощь, во-первых, помощь действительно оказывают, когда тебя просят. Ну, не берем случаи, когда мы видим, что человек, например, недееспособен. Да, но мы не уберем, да, конечно. Или, скажем, ситуация горя, когда мы понимаем, что ресурс у человека, который нами разговаривает, он ничего не просит, но исчерпан. Но дальше, включая вторая вещь, помощь всегда кратковременно. Это кратковременное может быть один день, может быть и несколько месяцев. Но называется, помог, отойди. Но так почти не бывает. Вот даже ты взяла этот лайт-вариант, да? Подруга позвонила, что-то говорила, и ты ей даешь советы. Ты же не просто их даешь. Подруга уже, как говорится, ты ей впихиваешь эти советы. Насильно впихиваешь. Более того, потом смотришь, прислушалась алина или нет. Сделала она так, как ты сказала. Сделала она так. Более того, а дальше по нарастающей ты еще ждешь, ну, хоть какой-то косвенной благодарности за эти советы, когда ты в ее трудной ситуации, как бы из-за всех... Я же старалась, Я почему-то кажется, что это тоже наше ментальное, потому что если мы просто выслушаем и ничего не скажем, на нас тоже могут обидеться, потому что ей что, все равно? Никакого участия. А вот не надо додумывать. Вот из большинства советов я много смотрела, хотя эта тема меня всегда волнует, потому что я студентам рассказываю про альтруизм и ложный альтруизм. Это тоже из этой же стерии, да? Помощь и лжепомощь. То есть на самом деле человек, который причиняет как бы добро, советами, помощью, он на самом деле не знает, нужно ли это, обидеться. Я точно предполагаю, что там будут. А там другие правила игры, другие нормы. Или, предположим, та же мама, возвращаемся, да, входит в эту семью, начинает там помогать, разруливать. Но это уже другая семья. И ты знаешь, если ты знаешь, как в этой семье что-то происходит, ты знаешь однобокое описание. Ты знаешь описание, например, от своей дочери, от своего сына. Известный классический анекдот, когда он говорит, моей дочке не повезло, она день и ночь пашет, а вот сыну, помнишь, да, а вот сыну не повезло, он день и ночь за ней ухаживает, а дочке повезло, он целый день за ней ухаживает. То есть мы же, как бы там ни было, мы не берем патологический крайний случай, мы всегда слышим одну сторону, более того, приходим со своим уставом в чужой огород. И это все... Как соблюдать эти границы? Вот как с детьми, со взрослыми? Ну, с детьми мы, это отдельная история, с детьми как формируется вот эта вот история, как растут помогальщики, да, как растут помогальщики или как растут просильщики, ну, условно просильщики помощи, да. Естественно, что это семейное воспитание. Если мы говорим о помогальщиках, то когда в семье ребенку говорят, ты принесешь тапочки, я тебя поцелую, ты сделаешь уроки и сможешь погулять, то есть все время ребенок живет в условиях. Я должен заработать. И тогда этот ребенок может развиться в двух вариантах. То есть, либо он сам начинает, как бы, помогать людям, потому что это надо заслужить, добро, отклик от людей, хорошее отношение надо заслужить, либо наоборот, понимает, что это хороший метод. И тогда он сам, как бы, провоцирует других, что ему все время, ну, как бы, подает некие сигналы, что ему называется хочешь-не хочешь, но ему хочется помогать. А потом говорит, а зачем? Я же ничего не просил. Эй, дорогой, ты так себя вел, ты провоцировал это, ты где-то внутри, ну, у нас у психологов, да, это такая проекция, ты где-то внутри, на самом деле, думал совершенно иначе. И, а потом сказал, а что это они мне помогают? А потому что, то, что ты на самом деле ощущал, думал, ты спроецировал, не через слова, а через поступки, и тебе кинулись помогать. Это, что касается вот таких помогающих. Но есть же еще истории, когда, предположим, мама девочке или мальчику говорит, какими страданиями ребенок этот получился, как было трудно его воспитывать, и эти легенды формируются, рассказываются, и ребенок учится как бы отблагодарить маме и дать ей добро за то, что она так мучается. Есть варианты, где семьи деструктивные, когда мальчик или девочка, часто мальчик служит защитником в этой ситуации. Конечно, вырастает такой маленький спасатель, который будет спасать свою жену совет и советчик. Свою жену совет именно будет точно знать. Он будет, например, знать, как это сделать в каких-то других ситуациях, потому что у него же это как-то прописано в этих сценариях. Хорошо. Но есть еще более такие мягкие варианты. Лайт. Лайт варианты. Это когда мама приходит в дом, я все время возвращаюсь на какие-то эти взаимоотношения, потому что, может быть, они как пример более показательны. Мама приходит в дом, она что-то приносит, она говорит, вот смотри, вот я тебе приготовила, там вот, наморозила тебе овощи, там и так далее, и так далее. Я тебе вот картинку принесла, я тебе вот там еще что-то, и так далее. И взгляд, значит, дочери, которая говорит, я что, плохая хозяйка, что ты мне это принесла? Ну да, она это считывает совершенно по-другому. Она считывает это по-другому. Я не хочу вообще, я вообще не собираюсь это готовить. Зачем она мне это приволокла? Эту картинку какую-то безумную, зачем мне эта картинка? У меня что, неуютно, мне не нравится. А сказать, сказать маме не может. Она жалуется подруге. Ну вот я и говорю, извечный конфликт вот этого, когда дочки, а на самом деле, я вот тоже смотрела, а что же делать в таких ситуациях, и нашла очень хороший свет, это обращаясь к дочерям, которые не знают, мама приходит и делает, давайте серию мелких советов, отвлеките маму, то есть дайте ей условно связать свитер, дайте ей, то есть она должна быть в процессе каких-то мелких поручений. То есть ведите себя так, как вы вели, может быть, даже с ребенком, да, дайте задание. Дайте задание. То есть придумайте для нее занятие, которое бы вам было в пользу, она чувствовала нужность. Либо, как это ни прискорбно сказать, но если это только началось, может быть, один раз стоит сказать, только тут же все зависит от тона. Мы помним наш детский анекдот, Хаймович не сволочь, извиняюсь. Постараться все-таки выйти на тон взрослого со взрослым и сказать, мам, не надо мне этого делать, спасибо тебе большое, я здесь справлюсь сама. Или что-то еще. Пусть будет больно, у мамы будет скандал, но если это в начале отношений, вы это переживете, переборете. Пока это не стало системой. То есть постараться границы установить как можно раньше. Ты опять вернулся очень правильно. Слово границы, конечно, режет немножко слух, я понимаю, да, границу с мамой и так далее. Но сейчас как бы многие принимают это слово. У нас у каждого есть границы. И вот я говорю, это проблема границ, потому что... Обратная сторона. Мама, которую нужно непременно куда-то отвезти, хочется переодеть, хочется отвезти к парикмахеру, вообще ее как-то вздребезнуть. Это глагол Петрушевского, мне очень нравится, вздребезнуть. Да? И вот тут мама начинает становиться в ту же позу, что и дочка. Я что, сама? Что у меня? Плохо на голове? У меня что? Я не модно одета, да? И к врачу я не пойду. Я здорова. И ребенок понимает, что надо к врачу, потому что есть уже признаки и так далее, и так далее. И вот тут ребенок превращается в такого же деспота, потому что он говорит, так, мама, я сказала. Мама обижается. Да, мама обижается, но здесь я ничего оптимистичного не скажу, потому что ничего не меняется. Мы можем причинять добро только по запросу. И мы не берем здоровье, мы берем все остальные, то тут точно жестко. Если мама не сказала, что ей нужна новая прическа, хотя бы один шанс дала, вот как мы делаем, да, где-то в слове. Ищите, ловите эти слова. То есть мама где-то сказала, там, предположим, у меня там, вот начали выпадать волосы. Вскользь. Вот вы себе выписали, что вам надо маму отвезти, значит, покрасить. Маме надо какие-то вещи. Ищите эти зацепки. Что касается здоровья, это сложный вопрос, и все зависит от того, какого возраста мама. Если маме, скажем так, плюс, ну, мама еще находится как бы в молодом, в старшем возрасте, то вы ничего не сделаете. Да, вы понимаете, что маме нужен врач, или папе, особенно с папами это происходит. Да, с папами проблема, да. Но почти ничего сделать нельзя, если они не захотят. Вы, пока гром не грянет, оно ничего не происходит. Ну, здесь может быть лазеечка. Одна маленькая, это тоже как с детьми. Это выбор. Когда ты говоришь, мам, мы пойдем к врачу завтра, или записать на следующий, там, неделю, да. Я вот начала говорить, это работает уже с людьми, скажем, 70-75 плюс. Ну, поставь, да. Когда мы можем легкие делать манипуляции, легкие обманы, легкие какие-то истории, вот известная история, когда совершенно случайно зашел врач, да. А когда ты еще, скажем так, умственно зрелый, это возраст, скажем так, 60 до 70, то эти уловки могут не сработать, сделать только хуже, потому что человек скажет, что со мной, ну, делаешь, что ты меня разводишь. Увы, здесь у меня нет таких благоприятных. И еще есть один вариант, еще один вариант, который точно у всех существует. Иногда нам очень нравится, что дети, мне тоже моя знакомая сказала, я ей говорю, ты прекрасно выглядишь. Я говорю, у тебя такой лук, прямо лук-лук. Она говорит, это дочь. Это дочь. И я понимаю, что у нее предмет вот какой-то такой гордости с одной стороны, да. С другой стороны какая-то такая называется, ну, вот я настолько старая, что сама я это не могу уже. Вот двойное такое, две такие ноты проскочили, да. Ну, да, одновременно такая амбивалерность, как говорят у нас в психологии. Да, да, да. Но это жизнь, и не надо за все цепляться и все исправлять от всего испытывать трагедии. А я бы хотела все равно зацепить вопрос того, когда нам причиняют добро подруги, соседи, знакомые просто, близкие родственники, но не мама с дочками, а, скажем так, там, сестры или какие-то... То есть какой-то круг друзей и родственников. Да, и здесь тоже есть большая проблема, потому что надо отличать истинную помощь от желт-помощи. И вот то, что я сказала, одна токсична, другая нормальна. Когда к вам приходят и помогают, вот у вас есть затруднения, вам пришли и ушли, это хорошо. Когда вам, предположим, действительно, ну, не нужен был свет, но вам пришли и дали свет, но совершенно не стали вступать в давление, да, что вот это лучше. То есть не агрессивно, да, не воинствующий совет. То в таких случаях это нормально, и вы можете в следующий раз обратиться к этому человеку помощи. А если вы понимаете, что эта помощь достаточно агрессивна, да, что когда человек знает точно, что он может сделать, и вот вы сказали, что мама приходит к дочке, а я знаю такие случаи, когда соседка приходит к соседке и говорит, давай мы тебе здесь все переставим, то тут варианты такие. Во-первых, надо все-таки научиться. Это не большинство из нас не умеет говорить нет, да. Вот опять же, вот это вот то, что говорила, коммунальная наша структура, потому что есть индивидуальная культура и коммунальная культура, да. В индивидуальной культуре человек сам отвечает за себя, и вот мы с тобой говорили, что есть прекрасная, прекрасная аллегория, когда возникает вопрос, надо человеку давать удочку или рыбу, да. Собственно говоря, и с детьми так тоже, да, по большому счету. Мы все время им тащим рыбу. Конечно. И забываем, что возьми удочку, попробуй сам, у тебя первый раз не получится, второй раз может быть не получится, но третий раз, тогда он автономный становится, он сможет без меня обойтись. Ну, я как сапожник без сапог, почему-то считается, что люди, которые умные люди, люди, которые психологи, у них по этой части все должно быть правильно. Поэтому, когда я рассказываю на эту тему, я могу сама посыпать, называется, пеплом в голову, потому что я тоже очень активная, такая заботливая, такая заботливая, удушающая мать была. Была? Ну, сейчас я уже бабушка такая. А, теперь я такая бабушка, это замечательно. И опять мне, как в прошлые разы, это теперь ретроспективно, я вижу, что я все-таки, ну, немножко, да, я им очень много дала, да, я их везде водила, я все, но я понимаю, что я была удушающая, потому что я их выстраивала, я знала, да, это станет адвокатом, а это станет врачом. На внуках, мне кажется, что я делаю все то же самое, но как же может быть иначе? То есть, условно, все вернулось, то же самое, и я опять не чувствую этих границ. А с дочкой, я когда-то уже говорила, мне дочка сказала, что, говорит, когда ты притащив между кружком театральными, между кружком музыки, ты притаскивала нас домой, садила нас за уроки, и это надо было обязательно, не обсуждалось, нельзя было на следующий день пойти без урока, просто мир рухнет, вы дальше, вот все, все кончится, это было в первом, пятом, десяток классах. Где-то класс третий, пятый, ты приводишь нас, садишь за уроки, и ты мне ставишь эту математику, и я в нее так, значит, вставляюсь, плохо, не просто, не потому, что я ее не понимаю, но плохо вообще понимаем, что я бегу между театральным и музыкальным кружком, и ты начинаешь орать, ты начинаешь говорить, ну что же, она говорит, я к какому-то моменту научилась, я поняла, что если мне пережить этот ор, этот крик, ты покричишь, потом быстренько сама все поможешь, подпишешь, я возьму ручку, ты там подскажешь какое-то решение, мы быстро это все решим, и в принципе мне не надо напрягаться, ты все равно все сделаешь сама-сама-сама. Говорит, когда я вышла, не я, а дочь моя вышла, на этот режим мне стало легче, я перестала, говорит, нервничать, когда ты меня садила, уроки, которые, конечно, к этому времени стали уже совсем ненавистными. Когда ты перестала это делать? Я перестала это делать, ну, классу восьмому. Классу восьмому. Но с внуками повтор идет. Да, и я понимаю, что, наверное, так нельзя, и Диана смеется, поскольку, вот опять же, к тому же возвращаясь, понятно, что в данном случае тоже нанесящая помощь, она четко это уловила, и она эту помощь принимает, да, где-то она выступает. Ну, Диана, да, потому что у нее есть как бы своя выгода. Нет, у нее есть своя выгода. но я имею в виду, когда она смотрит на детей, и подхихикивает, потому что я тоже самое делаю с детьми, единственное, что я, может быть, уже не кричу, я, может быть, уже, но я все равно сажусь с одним из детей делать уроки, ну, правда, правда, вот это, да, и я все равно пытаюсь за них там слепить снежную бабу. Вот возвращаемся к началу разговора, да, потому что мы работаем на финал, да, то есть все должно, ты должен, у меня где-то есть картинка, где они уже стоят с этим, с Нобелевскими премиями, и каждый невыученный урок их отдаляет от этой Нобелевской премии. И что с этим делать? С этим, ну, вот на самом деле с этим делать просто называется мама или бабушка, то есть я или кто-то, кто сидит, должны подойти в зеркало и сказать, а вот оно тебе надо, ты работаешь на изнеможении, кому ты хочешь показать свое изнеможение, кому ты хочешь быть ценой, потому что на самом деле даже со мной, великим психологом, есть свои шоры и запреты, которые говорят, эгоистом быть нельзя, нельзя только свое, что это ты сядешь, страна в опасности, дети еще не обученные, внуки не покормлены, а ты что села на диван и смотришь книгу? Как это? Или ситуация такая, да, не помогать нехорошо, а где ценность? Ты хорошая или ты какая? Ты ценно должна быть, вот когда все, ну не сильно показательно, но внутри-то я понимаю, что я целый день, как белка в колесе, и я все, они же меня любят, вот такой возникает вопрос, что любят только за это, а на самом деле это, и это внутри, ну у многих, у многих женщин, потому что когда есть, у меня была такая подруга, она сказала о том, что это уже выработанная привычка, но у меня была подруга, которой были двойня, и которая, мы там к ней приходили в гости, мы сидели, она этим двойняшком, им было там по 4, по 5, потом по 6, по 8 лет она им говорила, так, вы там сделали уроки, даже не заглядывая, пойдите, пожалуйста, помойте ноги, покушайте, и ложитесь спать, а мы все, как это, она же мачеха, она же не заботится о своих детях, и мы можем видеть итоги, мы видим, что эти дети выросли, я не говорю, что они там сорвали звезд с неба, но это вы если нормальные, самостоятельные парни, да, к этому такой нехороший бонус, они, скажем так, у них своя жизнь, у мамы своя жизнь, и это, боже мой, они совсем, они не заботятся, они 24 раза в день не позвонили ей, они действительно, но у них своя жизнь, уже как она свою жизнь выстраивает, это ее вопрос, и, ну, она отлепилась, нет вот этой созависимости, нет ни этой единой границы, которую не поймешь, где ты, и где я, потому что я думаю, что это они чувствуют, на самом деле, это мы уже ушли, от, уходим от детей, взрослых, это уже к тому, что на самом деле, когда вы, например, приходите к своим детям, или к своим знакомым, и причиняете, именно причиняете, просто по-человечески, да, помогли, отошли, не требуя никакой благодарности, тоже в этом есть, это очень важный момент, да, очень большой критерий, как отделить, как отделить, делаете, чтобы вам сказали, какой же ты, какой же ты, да, это значит, не совсем такая помощь, когда ждут благодарности, то есть обязательно должен отбрать, не обязательно, вам нужна была помощь, вы хотели получить, вам человек ее оказал, да, ну, как правило, но это не значит, что вы будете обязаны до конца жизни, да, да, ну, вот мы, в общем-то, наговорили, наговорили, каждый теперь должен для себя понять, посмотрев, как ты сказала, а можно еще две секунды, очень важным, что я когда писала, вспоминаю, я хотела вам сказать такую вещь, особенно тем, кто сталкивается с тем, вот неблагодарный, я столько людям и показываю, помогаю, вы учтите такую вещь, вы изначально помогая людям, если длительно, вы считали, что они не могут, слабые, они были, например, в чем-то уязвимы, а кто же хочет потом всю жизнь перед собой видеть того, кто был свидетелем их слабости, их уязвимости, кто хочет быть свидетелем, поэтому будьте готовы, что вы помогая, причем помогая вот так активно, агрессивно, причиняя помощь, возможно, этих людей потом потеряете в своей жизни. Да, это очень важно, потому что и ты сталкивалась с этим, и я понимаю, почему ко мне некоторые люди так относятся, потому что я помогала в тот момент, когда они были, кто-то был на дне совсем, кто-то был в ситуации, который его дискредитировал, и он не хочет, потому что я напоминание об этой ситуации. И это абсолютно нормально. Если вы действительно любите, вот такой альтруизм, да, мы сегодня не говорили об этом. Нет, ну, есть просто люди, которым ты не мог не помочь. Если вы не могли не помочь, если вы получаете, ну, счастье, когда другим хорошо, не стройте надежды все остальные. И вы не ждете благодарности. И вы, возможно, да, эти люди уйдут и пойдут в своей жизни. когда не ждете благодарности. И это определенные границы и для вас выстроит. Потому что когда вы понимаете, что вы не ждете благодарности, вы тоже подумаете, в какой ситуации помогать, в какой ситуации не помогать. И сейчас мы вас повеселим одной секундой буквально. Маргарита вчера ночью мне прислала. Вот смотрим фрагмент. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Вот этот фрагмент, почему вы показываете? Вот постарайтесь, чтобы про вас не говорили, что вы выдвинулись, а задвинуть вас невозможно. Будь то мама, или будь то дочка, или будь то сотрудник. Ну, вот, наверное, на этом и все, да? Да, но что подвести, все равно, несмотря на то, что мы рассказали темную сторону, этой историей, помогайте друг другу, советуйтесь, но просто ощущайте свои и чужие границы. Ну, вот как на нашей картинке, покажите нам общий план, как на нашей картинке, руки с сердцами есть, они протянуты, да? Но между ними есть граница. То есть не все, не все, не на все бросаетесь. Спасибо, что были с нами. Мы встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин